Жми на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Твои друзья скупают все дорогие авто и апартаменты, а у тебя нет денег? Ну, тогда посоветую тебе вот эту группу прокачки. Здесь очень низкие цены, множество самых разных пакетов по прокачке, огромное количество отзывов, а также ребята работают на всех платформах, от ПК до PlayStation 4. Ссылочка в описании, обязательно переходи. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Райли. Я очень рад приветствовать вас на своём канале. И я надеюсь, у вас сегодня прекрасное настроение. Если же нет, то улыбнитесь и всё будет хорошо. Ну и приветик от меня сегодня получает Анатолий Семенков. Приветик тебе Никита Гришманов и большой полаймен. Приветик тебе Настя Васильева. Спасибо вам, друзья, огромное за вашу поддержку и за то, что вы меня смотрите. И что ж, ребят, сегодня мы с вами продолжим смотреть GTA 7 Россию. Да, если вы не понимаете, почему именно GTA 7 и почему Россия, то прошу вас пересмотреть мои два видоса по этой игре, которую я снимал около месяца назад. А целый месяц я не мог добраться до этой потрясающей, ребят, игры. Без какого-либо сарказма. Обязательно посмотрите. Вот. И в прошлой части мы с вами начали проходить сюжет этой замечательной игры. Я уже слышу эти вот ужасные звуки столкновений. Ребят, если вы здесь впервые, то вы сегодня много чего узнаете. Вот, начали проходить сюжет. И, в принципе, мне он вообще непонятен. Да, мы в буквальном смысле провозили какую-то дурь. Но это было очень забавно. Вот. Ну и сегодня, мне кажется, мы продолжим это делать. Но может быть что-то другое нам предоставят в этот раз разработчики. Давайте... Да, что ж ты будешь делать? Меня уже машина сбила в начале серии. В прошлой части меня вообще сбивали на каждом шагу. Обязательно посмотрите. Я уже третий раз вам это говорю, ребят. И, в общем, будем сегодня проходить сюжет. Если вам понравится, обязательно ставьте большущий палец вверх. Также подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать на моем канале. Погодка у нас тут, конечно, стала такой мрачной. Да, можно, в принципе, ее и изменить. Вот так, смотрите. DayFog. И вот обычный Day. Day, Day. И вот так стало немножко поярче. Да, мы тут, знаете, недалеко от миссии. И это очень хорошо. Вот. Но надо, мне кажется, взять какую-нибудь тачку, чтобы дойти до этой миссии. Так, братья, ну... Ты выйдешь? Дай, сесть. Алло. Ну... Да, что ж ты будешь делать? Мне очень нравится, когда, смотрите... Сейчас нажму на буковку Е, и персонаж просто вылезет. Просто вылезет из машинки. Давайте сейчас сядем вот в эту. Не знаю, мне кажется, это Мазда. Ребята, напишите в комментариях, какие тут тачки. Мне кажется... Как-то они немножко изменены, да? Чтобы не нарушать авторских прав и тому подобного. Напишите в комментариях, что это за машина. Мне кажется, это Мазда. Может, я ошибаюсь. Не помню тачку. Стан, иди, будь другом. Хорошо. Надо найти тачку, я так понимаю, да? Ну да, мы на этом в прошлый раз и остановились. Я так понимаю, нужно обыскать... Эээ... Четыре точки, да? Да, четыре точки нужно обыскать. Первая, вторая, третья, четвертая. Давайте, наверное, сюда вот съездим. Как раз-таки посмотрим подробно еще раз этот город. Потому что, мне кажется, за две серии немного здесь посмотрели достопримечательностей, да. И, кстати, ребят, самый популярный вопрос был, как скачать эту игру. Открывайте всегда описание. Там всегда есть что-то интересное. Он, чувак, просто задавил этого бедного мужчину. Ну да ладно, ну такой безбашенный. Чувак, давайте его подрежем. Ну, у нас это, конечно, не получилось. В общем, обязательно открывайте описание на любом видео, которое вы смотрите на Ютубе. Обязательно. Там много чего интересного. И прежде тем, какой-то вопрос задавайте, обязательно откройте. Возможно, он у вас сразу отпадет. Тут ее нету. Понятно. Хорошо. Ну и теперь, в общем, я так понимаю, нужно ехать дальше. Где-то там у нас, следующая у нас точка вот тут, да. Я хочу сесть на вот эту вот тачку. Это какой-то, знаете, машина зомби-апокалипсис, да? Давай, братья, не выходи. Какой-то бизнесмен из нее вышел. Ну да, необъяснимо, но факт. Необъяснимо, но факт. Довольно прикольная тачка. Интересно, а как ей таранить-то автомобили? Давайте-ка сейчас встретим какую-нибудь интересную машинку. И проторим. Кстати, ребят, возможно, какие-нибудь фризы, так как игра вообще не оптимизирована, да? Вот когда я вот... Сейчас... Ох. Она даже не помялась. Да, ребят, продолжу. Возможно, также какие-то фризы, когда я вот поворачиваю камеры, да? Ну, так как она не оптимизирована, как я уже сказал. Давайте сейчас заедем сюда. Я уже застрял, ребят. Я уже застрял. Тут очень много русских тачек. Ну, они такие, знаете, модернизированные. Мне больше всего здесь нравятся Нива, Буханочка и полицейский Бобик. Да, полицейский Бобик это топ, ребят. Вы, наверное, по превьюшке его видели. Этот полицейский Бобик, он просто восхитительный. Так, интересно, мы протараним? Да, мы протараним. Слышите вот эти звуки? О, кстати, Нива. Воу. В машине вообще ни почем. Давай сядем в эту тачку. Нива, выходи, тетя. Спасибо. Спасибо. О, а вот он, Бобик. Давайте сядем в Бобик лучше. Не будем садиться в Ниву. Блин, ну, братан, ну зачем ты мне протаранил зад? Ну, теперь она некрасиво смотрится. Да, и кстати, и кстати, что-то я заговорился. Я в этой игре, за кадром, когда поиграл, нашел много чего, ребят, интересного. Если нажать на правую кнопку мыши, то можно выбрать здесь оружие, какую-то, не знаю, функции какие-то и радио. Но радио мы не будем слушать. Оно нам, в принципе, неинтересно. Смотрите, тут есть нитро, да? Заполнить нитро за 299 долларов. Прям, как, не знаю, в супермаркете. И нажимаем shift, и мы используем нитро. Хорошо. Дальше у нас, смотрите, такая интересная вещь. Это car paint. То есть, перекрасить машину прямо на дороге. Ну, это не действует на полицейский автомобиль. Логично, что это полицейский автомобиль. И не стоит его перекрашивать, так как это государственное имущество. Да, и как, представляете ли вы, полицейский бовик, да, в розовом цвете. Или в каком-нибудь зеленом. Ну, как-то, знаете, смотрится не очень, согласитесь. Вот. Так что, перейдем дальше к следующей функции. Это у нас ghost. То есть, мы сейчас можем, я так понимаю, сквозь машины проходить. Да, это очень интересная такая штука, фишка. Чтоб не врезаться ни во что. Вот, дальше у нас есть такая штука. Это выход в окно. Посмотрите, сейчас нажму, и мы просто вылетим из окна. Также такую вещь можно встретить тогда, когда вы, допустим, врезаетесь с огромной скоростью в какое-либо здание, либо в машину. Тоже персонаж вылетает. В прошлом части, мне кажется, я вылетал, да. И, кстати, сейчас тут, если мы сейчас выйдем, нажмем тоже правую кнопку мыши, то, и здесь тоже интересные вещи. Можем взять здесь детонатор. Да, только я не знаю, как его активировать. Вот, смотрите, мы сейчас бросаем его, а как его активировать, я понятия не имею. Можно, в принципе, поискать это в настройках. Но я не знаю, вроде нажимаю на все кнопочки, и ничего не происходит. Да, вид от первого лица. Прекрасно. Да, я нажимаю на кнопки, и ничего не происходит, в принципе. Не знаю, может, это недоделка какая-то. Ну ладно, не будем прищать внимания. В общем, бейс. Мы можем просто сейчас, просто упасть за 93 доллара. И также мы можем сменить шкуру. Можем стать вот этим мужчиной. Ну и потом вернуться вот в эту шкуру. Да, у нас спила, к сожалению, машина. Вот, и у нас, знаете, закончились деньги. 54 бакса осталось. А чтобы поменять шкуру, нужно 666. Мне кажется, я все деньги просто на этом потратил. Ну, спасибо, братан, ты меня сбил. Ну ладно, в общем, что-то заговорился. И давайте все-таки вернемся к миссии. И у нас она, мне кажется, началась заново, да? Да, так как у нас были. Понятно. В общем, сейчас мы переиграем ее. Да, и, ребят, у меня появилась идея в каждом видео делать лайфхаки от Райли. Да, в этот раз я вам скажу, что ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Иначе будет вот примерно так, что вы видели. Не стоит. Возможно, это все знают, но, как мне кажется, повторение мать учения, серьезно. Потому что иногда, мне кажется, даже если человек чем-то занят, всегда думает о чем-то другом, то эта мысль не выбегать на дорогу как бы у него пропадает. Если ему напомнить, то ага, он, в принципе, вспомнит. То есть, да, 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 нужно быть аккуратным и не сильно зацикливаться на каких-то там своих проблемах, да? Которые могут просто исчезнуть, если неудачно перейти дорогу. Серьезно, как бы это так страшно не звучало, но это так. В общем, мы тем временем подъезжаем к миссии. Я сейчас ее переиграю и продолжу тогда, когда найду эту все-таки тачку. Но у меня такая идея возникла. Так как мы в тех двух местах, вот в этом данном случае и вот этом были, то нам нужно логично перейти сюда или сюда, и там будет тачка точно. Поехали. Так, экстренное включение. Заезжаем на трамплинчик и... Ничего, поехали дальше. Да, вот, я не ошибся, я приехал вот к этим гаражам. И вот она, вези ее назад. Хорошо, я так понимаю, ей не нужно таранить, да? Точнее, не таранить, а повредить. Давайте сядем. Ну, знаете, это модернизированная Волга. Прикольно, кстати, смотрится, ребят. Не знаю, в реальности можно ли такую забабахать. Мне кажется, было бы круто. Так, далеко нам вообще ехать? Ехать нам... Да ладно! Я об этом не обращал внимания, серьезно. В этом городе я не был. Ладно, хорошо. Поехали туда. А хотя, стоп. Нам не сюда надо ехать. Нам нужно ехать вот на эту точку. А это я не знаю, что это. Хм. Прикольно. Надо съездить туда обязательно, ребят. Обязательно нужно съездить. Прикольно. Как-то не обращал внимания, знаете, открывал карту. Все время обращал вот этот центральный круг. Думал, все, больше ничего нет. Оказывается, если провести вниз, то я попаду еще в какой-то город. Прикольно. Прикольно. Ну, ладно, смотрите, какой интересный домик. В общем, продолжим тогда, когда я доеду и сдам эту тачку. Я думаю, вы это видели. Это было... Это было нечто. Ребят, это было нечто. Главное, мне кажется, не разбить эту машинку. И, слава богу, что я остался жив. После такого вылета. Так, все. Миссия завершена. 150 долларов? Чего? Так мало? Привет, бро. Это Ранний Доступ. Приходи ко мне, когда будет новое обновление, тогда будет и новая миссия. Что, все? Мы прошли, ребят, игру? Замечательно. Прикол. Ну, я думаю... Когда-нибудь нужно съездить к этой штуке, ребят. Пишите в комментариях, съехать ли мне. Вот в это место. И проходить ли мне вот эти гоночки. Вот это вот. Я не знаю, что такое части. Возможно, гонка какая-то на время. Вот это, мне кажется, ну, гоночка обычная. Да, в прошлой части мы проходили ее. Вот. Ну, я так понимаю, это же альфа или бета-версия. И... Миссии здесь закончились, к сожалению. Да, мы, может быть, так сказать, прошли GTA 7. Россию за целых три серии. Это прикольно. Но мне кажется, тут еще есть какой-нибудь контент, на который, я думаю, стоит нам обратить свое внимание. Поэтому, думаю, на этом мы пока что не будем заканчивать. Это не заключительная часть. Вот. Пишите в комментариях, стоит ли мне вообще продолжать эту замечательную игру, ребят. Я думаю, она вам понравилась. И эта серия, в принципе, тоже. Возможно, вы узнали что-то новенькое. Вот. Давайте сядем в этот трактор. Вот. И, в принципе, на этом закончим. Да, вот. Прикольно. Такая тачка. Хм. Замечательно. Супер. Супер, ребят. Поэтому пишите обязательно в комментариях, стоит ли мне продолжать эту замечательную игру. Вот. Я думаю, здесь есть вещи, на которые, как я уже ранее сказал, стоит обратить внимание. А, нет, да. Это, в принципе, не все. Поэтому пишите обязательно в комментариях. Ставьте большущий палец вверх, если вам понравилось. Ну, а также подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать на моем канале. Ну, будем, в принципе, на этом и заканчивать. С вами был, друзья, как всегда. Рали. Желаю вам всем удачи. Оставайтесь таким же классным. Никогда не болейте. Берегите обязательно себя, своих близких. Хорошего вам всего настроения. И увидимся в новых видео. Пока.